Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем утро на Болткоме. Сегодня у нас первый гость, вице-президент банка Цитаделла Владислав Миронов. Добрый день. Добрый. Да, ну, может быть, такой первый вопрос, наверное, он стандартный, традиционный. Я думаю, что многие журналисты спрашивают, как вообще изменилась ситуация в банковском секторе? Ну, в частности, в вашем банке, одном из крупнейших в стране, я думаю, в Балтии тоже, в связи вот с COVID-19, какие коррекции? Наверное, многие компании тоже попросили налоговые каникулы. Кто-то, наверное, попросил отложить какие-то обязательства, я имею в виду физические лица, по кредиту, по ипотеке. Вот какова ситуация в целом? Ну, если мы посмотрим на всю ситуацию, которую мы видели в начале всей пандемии, это март и сегодня, это практически два разных периода. Сначала мы видели большой наплыв клиентов, и интерес на отсрочку платежей по кредитам был значительный. То есть мы в первые дни видели количество заявок, достигающие практически 100. Да, на конец июня это были единичные случаи, когда клиенты обращались с необходимостью отложить платежи по своим кредитам. За весь этот период мы обработали примерно 2500 заявок во всей Балтии. Из них где-то 1700 заявок в Латвии. То есть выглядит не столь катастрофично? Это не катастрофично, в принципе количество незначительное. И если посмотреть, то примерно половина этих заявок – это физические лица. В основном, наверное, процентов 70 – это потребительские кредиты, и оставшаяся часть – это ипотека. Примерно, наверное, было процентов 30 заявки по лизингу, и остальное – это были заявки предприятий. Можно ли сказать, ну такой вывод сделать, что в принципе люди, которые брали кредиты, достаточно ответственные и без такой особой нужды, вот они вот эти кредитные каникулы не берут, понимая, что ну все равно ведь это не списание долго, если так можно сказать, рано или поздно, все равно же эти платежи надо будет погашать, и лучше как бы не накапливать долги. Ну я так совсем по-простому говорю, да? Можно так сказать. На самом деле интерес был большой. То есть если мы посмотрим на количество звонков, консультаций, которые мы давали клиентам, оно было значительное, но в процессе разговора большая часть клиентов принимали все-таки решение, как вы говорите, что кредит все равно придется возвращать, и на отсрочку платежей клиенты шли в принципе в экстренных случаях. У меня есть несколько знакомых, которые буквально до начала пандемии они размышляли, что дети маленькие, прибавление семейства, размышляли о получении ипотеки для того, чтобы улучшить свои жилищные условия или отселиться от родителей. Ну понятно, что пандемия притормозила их планы. Какова в целом тенденция, как вы чувствуете по своим клиентам, действительно ли сейчас новые просьбы, скажем так, о получении ипотеки, их стало меньше? Люди стали, не знаю, более осмотрительные, осторожные, взяли паузу такую? Тут тоже можно смотреть, как весь период пандемии, и в марте, и даже в апреле мы все равно видели большое количество клиентов, которые хотели закончить свои начатые сделки, то есть они покупали недвижимость. Часть клиентов, наверное, треть отложили решение, и они ждали окончания периода пандемии для того, чтобы вернуться. Потом мы видели все-таки большой спад. Количество новых заявок с периода марта практически до конца мая, оно оставалось очень минимальным. И если сравнить конец июня с февралем, то количество запросов выросло на треть, но в то же время пока нет значительного прироста в кредитах. То есть клиенты очень с большим интересом, они хотят узнать, могут ли они получить ипотечный кредит. То есть в принципе интерес сохраняется. Да, но здесь мы тоже, наверное, все-таки со своей стороны немножко даем скидку на то, что мы создали очень удобную заявку в интернете, с помощью которой клиенты могут оценить свою возможность на ипотечный кредит. Это замечательно, что вы об этом вспомнили. Я припоминаю, когда вы были у нас в эфире какое-то время тому назад, вы как раз говорили или презентовали вот эту новую систему, но фактически кредитной способности, да, где человек может в принципе понять, вот эта система позволяет ему понять, может ли он претендовать, какие условия и так далее. Мы немножко сейчас отошли от простой оценки кредитных способностей, мы ее специализировали на разные продукты. И вот наше последнее нововведение – это возможность оценить свои возможности на ипотечный кредит. Это занимает примерно 10 минут, чтобы заполнить заявление, не обязательно быть клиентом банка Цитаделла. Это можно сделать, авторизовавшись с помощью Smart ID, либо с помощью интернет-банка Цитаделла. И в течение 24 часов вы получите полное решение по ипотечному кредиту. И мы как раз запустили это нововведение в середине пандемии. Видим, что спрос именно узнать, он значительно превышает количество клиентов, которые хотят непосредственно взять ипотечный кредит. Что в принципе логично, и это сравнимо с тем же нашим кредитным рейтингом, который ранее был и на потребительское кредитование. Да, ну есть такое словосочетание, вот там финансовая грамотность. И в свое время я помню, что представители многих банков и вообще финансисты приходили и говорили, что да, финансовая грамотность у населения страдает. Я понимаю, что все они должны быть экономистами и финансистами, но было бы хорошо, чтобы люди в сознательном возрасте, ну как бы чуть-чуть представляли, если они идут за получением кредита, вообще какие-то на себя берут долговые обязательства кредитные, чтобы они хотя бы представляли, могут ли они эту ношу потянуть. Вот как сейчас вы оцениваете, ну уже за последнее время, два-три года, может быть четыре, действительно ли растет вот эта финансовая грамотность, что люди подходят к своим обязательствам более ответственно, и вообще, когда они решают взять потребительский кредит или другие виды кредита использовать, что они действительно пытаются и сами оценить трезво, на что они могут потянуть, какие суммы, на каких условиях и что нет? Мне кажется, что данная пандемия – это, наверное, доказательство того, что мы вынесли уроки с прошлого кризиса. Если мы посмотрим на показатели наших банков, клиентов, которые просрочили свои кредитные обязательства, то мы в период пандемии достигли самого низкого показателя в истории банка «Цитаделла». То есть мы видим, что клиенты, которые взяли кредиты в последнее время, они очень ответственно относятся к своим платежам. Это же доказывает и количество клиентов, которые хотели отсрочить свои платежи, взять кредитные каникулы. То есть, наверное, мы можем полагать, что ситуация с грамотностью улучшается, и люди очень ответственно воспринимают новые обязательства. Да, но к кредиту мы еще вернемся. Вы упомянули, что можно в интернете 10 минут заполнить эту анкету и потом получить какое-то резюме. И мы знаем, что пандемия, ее позитивная сторона, и вообще здесь можно о позитиве говорить, что, в принципе, очень многие люди, которые минимально пользовались, но только по необходимости, вот этими всеми виртуальными технологиями, стали больше пользоваться. Вот эта работа на удаленке или виртуально вообще стала превалировать в эти три месяца, когда была чрезвычайная ситуация. Это, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, я знаю, что у «Цитаделлы» такая довольно, по крайней мере, в Риге разветвленная сеть этих филиалов. И люди, к примеру, приезжая в тот или иной торговый центр, клиенты «Цитаделла», им очень удобно. И мне кажется, что ничто не заменит человеческое общение, потому что при всем вот этой дигитализации есть целый ряд вопросов, которые, наверное, клиенту удобнее переговорить со специалистами. Может быть, самое такое распространенное. Многие говорят, вот я поменяю один смартфон на другой, на новый. Мне нужно заново устанавливать смарт-айди. И мне удобнее, когда я к работнице «Цитаделла» в каком-то торговом центре подойду, и мне быстренько помогут это все сделать. И пандемия что-то изменила в этом смысле, или вы и дальше продолжите вот эти услуги очно оказывать населению? Пандемия, я думаю, что была катализатором еще следующей волны дигитализации. То есть мы последние несколько лет очень активно инвестировали в наши цифровые решения. Сегодня мы видим, что 95% всех наших услуг, клиенты их могут получить непосредственно практически со смартфона или по телефону. Мы видим, что нет такого наплыва больше филиала, какой он был в период пандемии. И в то же время очень сильно выросли звонки в наш контактный центр. То есть наш, как мы его называем, филиал в «Облаке», у него популярность нарастает. В помощь нашему филиалу «Облаке» мы опять-таки вышли еще с одним новым инновативным решением. И уже практически полтора месяца мы тестируем такой вопрос-ответ в нашей контактном разделе, где клиенты очень удобно могут найти ответы на все самые важные вопросы. И мы в дальнейшем собираемся очень много инвестировать в это направление, потому что коммуникация всегда была одним очень важным нашим элементом. То есть мы не только шли полным ходом в дигитализацию, но также пытались отстраивать и вот этот персональный контакт. И сейчас мы пытаемся найти возможность, как его также дигитализировать, не дожидаясь соединения с оператором, к примеру, тот же мобайл-скант, переинсталлировать на мобильном телефоне. Теперь можно очень просто, прокликов 5-6 пунктов и просто повторяя действия, которые на экране клиент визит. То есть мы пытаемся найти новые возможности. Главное, самое важное, чтобы они действительно были простые, потому что как бы навыки, если так можно сказать, дигитальные разные. И насколько я понимаю, все-таки часть ваших клиентов – это сеньоры, то есть люди 60+, наверное, есть такие тоже клиенты у вас. Да, но мы видим, они тоже постепенно переходят на новые цифровые решения. Я, наверное, еще одну вещь хотел сказать, что нужно понимать во всей этой дигитализации. Наверное, мы еще очень быстро пытались адаптироваться к просьбам клиентов. Клиенты очень быстро мигрировали с физического обслуживания в виртуальное обслуживание. И это было непосредственно связано с усилением ограничений пандемии. Мы, наверное, как банк, очень быстро тоже на это реагировали, и 90% наших работников в течение недели начали работать удаленно. В том числе большая часть нашего обслуживающего персонала, которое когда-то находилось в филиалах, они начали обслуживать клиентов удаленно. То есть клиенты обслуживались практически с любой точки, с любого филиала в Балтии. Да, ну мы знаем, что есть разные стереотипы в отношении банковской системы, или, не знаю, какие-то расхожие такие домыслы, или расхожие такие суждения. Ну, к примеру, чаще всего можно услышать раньше, пока не менее до пандемии, что банки работают, ну как бы, традиционно, минимизируя риски. То есть, ну, ипотека, недвижимость, понятно, залог. То есть минимальные риски и практически бизнес или реальный сектор экономики, как сейчас принято говорить, ну, минимально стараются банки финансировать, кредитовать. Как на самом деле? Я помню, что как раз Цитаделла и на развитие бизнеса дает кредиты. Мы продолжаем фокусироваться на все направления, а также очень активную работу проводим с нашими бизнес-клиентами. И здесь можно, наверное, отметить два направления. Это платежные системы, коммерция и кредитование. Если посмотрим на кредитование, то кредитование мы видим очень большой прирост. То есть июнь, наверное, на 80% выше, чем любой месяц в этом году. Июль, к примеру, у малого-среднего бизнеса больше на 20% объема выданных кредитов, чем июль прошлого года. Мы видим, что очень большой интерес в кредитах с АЛТУМом. То есть от общего количества выданных кредитов в июне практически 35% – это кредиты с АЛТУМом. Может быть, чуть-чуть поясните, в чем специфика вот этих кредитов АЛТУМ? Это ведь не гранты, это именно кредиты. Это объем гарантии, который обеспечивает АЛТУМ. То есть в данной ситуации меньше софинансирования необходимо со стороны компании. То есть это выгодный кредит, скажем так? Это более выгодный кредит. Очень часто, к примеру, для малого-среднего бизнеса встает вопрос, где взять гарантии, залог. И здесь на помощь приходит кредит с АЛТУМом. Для малого и среднего бизнеса мы запустили тоже новый продукт с АЛТУМом, который клиент может в течение пары часов получить. И это можно тоже заполнить полностью удаленно, это заявление. И пару месяцев назад эта услуга стала доступна нашим клиентам. Мы видим, что она набирает популярность. А на что чаще всего берут кредиты малый и средний бизнес? Это оборотные средства? Это на какие-то инфраструктурные проекты, не знаю, производственные мощности? Или по-прежнему производство это как бы такой сектор минимальный? Ну, меняется, наверное, количество компаний. Наверное, если мы посмотрим в общем, какие компании сегодня обращаются за кредитованием. Это сельское хозяйство, это производство, это направления, связанные с развитием инфраструктуры. То есть, все-таки производство есть, да? Да, и оно было и до пандемии, и оно есть сейчас. Сначала был период нескольких месяцев, на март, апрель, даже часть мая, когда клиентов, они очень внимательно подходили к новому кредитованию. Но сейчас весь бизнес начал очень быстро возвращаться, и все большие проекты, которые какой-то период были заморожены, они начинают возвращаться. И малый и средний бизнес, он тоже, в принципе, в основном берет кредиты на развитие. Но также мы видим, что оборотные средства, они всегда были важным кредитом. Эти небольшие кредитные обязательства на оборотные средства, они, в принципе, имеют место и сегодня. Вот что касается Алтума, вот объем гарантии, это что значит? Это в случае, если, ну так говоря простым языком, если клиент не в состоянии погасить, тогда Алтум погашает, да? Если клиент не в состоянии погасить, то определенную часть риска берет на себя Алтум. То есть, в принципе, это и для банка дополнительная гарантия, и, как вы уже сказали, для клиента это возможность получить кредит на более выгодных условиях? На более выгодных условиях, возможно, в некоторых случаях получить более большую сумму кредита, чем они, как компания без гарантии, смогли бы получить в банке. Да, мы знаем, что некоторое время назад началась вот такая громкая фраза со стороны, из уст премьер-министра прозвучала, ставшая крылатой капитальный ремонт финансовой системы. Есть, наверное, много плюсов у этого капитального ремонта, наверное, есть какие-то минусы и неудобства. Вот и в связи с этим тоже появилось целый ряд, не знаю, мнений или даже утверждений, что стало очень сложно физическому лицу, особенно юридическому, открыть счет. Ну, к примеру, там, не знаю, клиент X, юридическое лицо фирмы, хочет открыть счет в Цитаделле. До этого у них не было счета именно в этом банке. Насколько вообще этот процесс происходит длительно? Мы сейчас говорим о фирме, которая зарегистрирована в Латвии, не офшор. Вот просто вот юридическое лицо из Латвии. Ну, опять, есть физические лица и юридические лица, наверное, вернемся к первому, где уже дигитализация прошла. В случае физических лиц у нас есть замечательная возможность открыть счет практически с любой точки, используя смартфон. С помощью селфи у нас уже более десятка тысяч клиентов, которые стали клиентами банка. Даже не заходя в офис Цитаделлы. Не заходя в офис Цитаделлы. Мы на сегодняшний момент видим, что это продолжает набирать обороты. В период пандемии у нас треть клиентов становилась клиентами банка, используя смартфон. Сегодня мы видим, что этот процент вырос в июле уже до 60. То есть это весь примерно показывает процент дигитализации. То есть клиенты сами выбирают это направление. Мы продолжаем работать над тем, чтобы такую же услугу предложить в ближайшее время юридическим лицам, чтобы не выходя из своего офиса можно было открыть счет в банке. Что касается предприятий, здесь важно понимать, что если это компания, которая зарегистрирована в Латвии, с благополучателями, находящимися в Латвии, с постоянной своевременной уплатой налоговых обязательств, у этой компании не будет проблем открыть счет в местном банке. И я думаю, что есть определенные единичные случаи, которые, конечно, они займут дольше времени, они потребуют более глубокую обработку документов. То есть какие-то все-таки вопросы возникают. Да, и в этом случае, конечно, это будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Но в принципе, если мы говорим о юридических лицах, наверное, какие-то несколько недель по нынешним временам уходят на то, чтобы открыть счет, проверить все. Нет, большая часть компаний открывается в течение того же дня. И компаниям доступны счета. То есть наша задача с нашим новым дигитальным направлением открытия счета, довести это до похожего процесса, как и для физических лиц. Конечно, это потребует еще времени, но да, большая часть клиентов, они и сегодня, юридические лица могут открыть в принципе в течение дня счет. Если требуются дополнительные документы, более глубокий анализ, это может занимать процесс до недели. Ну, если надо представить какие-то дополнительные… Ну, я так понимаю, что все равно у вас счета открывают, может быть, не в таком количестве, как раньше, в принципе, открывают иностранные компании, да, или там выгодополучатели, которые не граждане Латвии, или там не резиденты Латвии, такое тоже бывает, да? Мы практически не работаем с этим направлением. То есть это в основном внутренний рынок Латвии, да? Мы фокусируемся только на балтийских клиентов. Наши основные клиенты – это резиденты Латвии, Литвы, Эстонии, это предприятия в Балтии, и это тот сегмент, который мы видим, продолжает расти. То есть мы продолжаем расти во всех странах. У нас растет как клиентская база физических лиц, так и клиентская база юридических лиц. Ну, к примеру, за июль мы нарастили в Балтии более 5000 клиентов, что мне кажется… Это неплохо показатель в пандемии, да? Мы видим, что, в принципе, наши продукты, они остаются востребованными со стороны клиентов, они продолжают пользоваться нашими дигитальными. Да, тогда понятно, вот ваш клиент, если так можно сказать, но ведь мы понимаем, что многие компании, латвийские, литовские, эстонские, ну, мир глобален, он не фокусирует свой бизнес вот только на Латвию или только на Балтию. То есть понятно, что платежи идут в одном направлении, и с другой направлением, по всему миру. Что это как-то меняет? Насколько часто клиентам, по вашим наблюдениям, приходится, ну, отвечать на какие-то дополнительные вопросы банка? Что это за сделка? Что это за сделка? И предоставлять какие-то другие документы. Я почему спрашиваю? Поскольку, ну, это распространенная сейчас такая информация от разных предпринимателей, которые говорят о том, что да, просят пояснить там и сделку с одними клиентами, с другими партнерами и так далее, и так далее. То есть не всегда из транзакции понятно, что это за платеж, да? Ну, это достаточно индивидуально. То есть если компании работают с большими поставщиками, с большими клиентами, с компаниями, у которых есть большая история, как правило, этим компаниям пояснение сделок не требуется. Если видно, что это новые компании, какие-то единичные сделки, и по нашим системам нам необходима информация, мы данную информацию запрашиваем. То есть это очень индивидуально. То есть есть компании, у которых таких запросов практически не бывает, есть компании, которые могут получить там несколько запросов в течение месяца. Но если это, к примеру, большая компания, то, наверное, на их обороте это всего лишь несколько сделок, в сотнях тысячах их сделок, которые у них происходят. Ну, в принципе, я так понимаю, что если банк что-то просит, ну, предоставить какую-то дополнительную информацию, значит, действительно, ну, есть вопросы. Это ведь не просто так для статистики, да? Конечно. То есть это может быть нестандартная сделка данной компании. К примеру, компания все время осуществляла небольшие транзакции. Здесь появляется сделка на большую сумму с какой-то компанией. Мы смотрим, что это новая компания. Конечно, мы задаем вопросы о том, почему такая большая сумма уходит в той компании, какие есть контракты, что является подтверждением данной сделки. Это наша обязанность, как игрока финансового рынка, убедиться в том, что данные сделки, они прозрачные, они произошли в рамках регулы. Ага. Вот это очень хорошо, что вы это слово регулу употребили, потому что действительно создаются ощущения, вот когда ты говоришь со многими знакомыми предпринимателями, что Латвия как бы выделяется из общего, там, не знаю, круга стран, ну, допустим, Восточной Европы, и у нее какое-то драконовское законодательство, и то, что там, не знаю, позволительно сделать, ну, через Польский банк, ну, я к примеру говорю, да, или еще там через какой-то банк Восточноевропейской страны Европейского Союза, кстати, то вот это нельзя сделать через Латвийские банки, поэтому многие вот латвийские предприниматели уходят и открывают счета в других странах. Или мы бы говорим об общей регуле внутри всего Европейского Союза? Мы говорим про регули о всем Европейском Союзе, потому что здесь нужно понимать, что когда-то в одной стране были более легкие, либеральные условия, в какой-то момент они стали менее, то есть сегодня они, возможно, есть где-то в другой стране, но, возможно, и в ней они скоро станут более жесткими. Нужно понимать, что это глобально интересно. Нам не нужно там далеко ходить. Мы видели, какие проблемы были у того же Deutsche Bank в Германии, мы видим тот же Светбанк в Скандинавии. Мы видим, что практически на каждом рынке есть игроки, у которых есть большое внимание. Это внимание приходит ко всей индустрии, это меняет полностью регуляцию, регуляция становится более строгой. И, скорее всего, мы говорим про такую новую норму, о том, что нам все-таки нужно хорошо понимать клиентов, партнеров, с которыми мы имеем взаимоотношения. И если они прозрачные, стабильные, это настоящие контракты, то в данной ситуации не должно быть проблем ни для открытия счета, ни для осуществления финансовых транзакций. Не кажется ли вам, что все-таки, ну я понимаю, что сейчас такая ситуация в мире, но не кажется ли вам, что банки зачастую вынуждены, ну я понимаю, что есть регулы, выполнять, может быть, не совсем свойственные им функции, поскольку, ну вы уже упомянули, там вот какая-то фирма X, значит, у нее есть определенные там партнеры постоянные, и суммы примерно плюс-минус одни и те же. И вдруг появляется какая-то большая сумма, приходит на этот счет из фирмы Y, но эта фирма Y, наверное, легко проверяет, она не в санкционном списке, это там ни Иран, ни Северная Корея, но я утрил на общее понятие. И казалось бы, ну в конце концов, а при чем здесь банк? Есть фирма, официально зарегистрирована, ну какое тут отмывание средств, почему банк должен вот такую функцию финансово-полицейского исполнять, многие могут спросить. Ну, я думаю, финансовый, наверное, как устроен финансовый рынок, он, наверное, накладывает эти требования на банки, потому что мы являемся, наверное, тем первым фильтром, который видит данные транзакции, и это наша обязанность, если мы видим эти транзакции, репортовать эту информацию уже непосредственным органам, которые дальше убеждаются в более глубоких деталях данных транзакций. То есть банк, будучи фильтром, он всегда будет первым, потому что мы осуществляем данные транзакции между юридическими лицами и физическими лицами. Насколько часто приходится, ну я понимаю, что, может быть, вы сейчас не располагаете точными цифрами, вообще закрывать счета клиентам? Мы сейчас говорим, допустим, о латвийских компаниях, где вот бенефициары или выгодополучатели, ну, резиденты Латвии. Это единичные случаи. То есть это не какой-то массовый, да? Это единичные случаи, и, наверное, мы видим, что из этих единичных случаев складывается мнение, потому что были какие-то единичные случаи, и мы знаем кого-то, у кого были эти единичные случаи, и потом у нас появляется мнение, что это происходит постоянно со всеми компаниями. Ну, в реальности, да, мы думаем, что у каждого банка в течение месяца, возможно, есть несколько случаев, которые они могут обосновать, почему они при произведении закрытия счета. Ну, это в основном тоже все связано с финансовыми сделками, да? Ну, конечно, непосредственно с деятельностью компании. Я почему спрашиваю, потому что бытует тоже такое мнение, что если, там, не знаю, конкуренты хотят уничтожить, ну, слово конкурента, то есть масса способов. Мы знаем, что есть много структур, такое слово, может быть, не совсем русской институции, которые могут осуществлять проверки, могут даже, там, не знаю, начать какой-то уголный процесс, ведь это совсем не значит, что уже действительно кто-то осужден, да? И банки от греха подальше на всякий случай просто закрывают счет, особо не разбираясь. Или все-таки в каждом конкретном случае банк все-таки пытается прояснить ситуацию? Потому что банки во всех случаях, они пытаются все-таки отстраивать интересы клиента. Это не только интерес регул, но это также интерес клиента. Мы пытаемся работать с клиентами, углубляться во все эти ситуации, пытаться понимать, что на самом деле. Здесь очень важно со стороны клиента тоже преподносить полную информацию. То есть если банк запрашивает, говорит, поясните, предоставьте документы, контракты, то лучше все-таки это делать, да? Конечно, потому что… А это учитывается? Или если банк уже принял для себя решение, что с этим клиентом надо расстаться, уже не важно, что он там поясняет? Нет, это все учитывается. Мы не можем быть экспертами каждого направления, мы не можем быть экспертами каждой сделки, поэтому чем более подробная информация нам предоставлена, тем больше возможности у наших людей оценить правоту компании и, соответственно, не принимать никаких решений. Здесь очень важно быть очень проактивным и подавать информацию финансовому учреждению, потому что это позволит сохранить свои финансовые платежи, счета и обеспечить деятельность. Да, вот вы в самом начале сказали, что действительно вот эта пандемия, может быть, ускорила этот процесс дигитализации, действительно, новые компьютерные технологии, новые решения. А вот что касается дигитализации остального бизнеса, насколько вот компании, которые к вам обращаются за кредитом, они тоже уже работают вот в этой виртуальной среде, предлагают какие-то виртуальные продукты? То есть мы понимаем, что когда что-то надо произвести, но это ясно, какую-то деталь для автомобиля, ну, надо произвести руками или там на оборудовании. Вот происходит дигитализация бизнеса? Мы видим очень большой всплеск в платежных решениях в интернете. То есть, если посмотреть март, март был в 10 раз больше, чем февраль, за количество запросов клиентов, которые резко приняли решение, что им нужна возможность либо создать интернет-магазин, либо добавить платежные решения в интернет-магазин. Мы видим, что очень растет интерес к посттерминалам, которые не привязаны к физическим местам. То есть клиенты, которые работают в сфере доставки, либо кто решили, что они будут доставлять свои продукты, они взяли эти посттерминалы. Все клиенты очень быстро начали менять свои бизнес-модели, и особенно те, кто находились в сфере обслуживания, в сфере торговли, они пытались найти новые направления, как обеспечить себе бизнес. Вот если мы чуть-чуть гремим по суммам, насколько компания, может быть, маленькая это одна история, может быть, какие-то средние или крупные, сколько их в Латвии тут есть, которые отвечают статусу крупной компании, могут претендовать на какое-то значительное финансирование, когда речь не идет, не знаю, о 10, 50, 100 тысяч, может быть, даже речь идет о каком-то миллионном кредите. Насколько это вообще в Латвии востребовано? Это востребовано. У нас было несколько сделок за последнее время, где у нас были очень значительные суммы, они и в Латвии, и в Литве, то есть насчитываются в миллионах, и мы постоянно анонсируем эти сделки, то есть мы пытаемся финансировать компании, у которых есть видение, у которых есть хорошая бизнес-модель. Вот я хотел сказать, то есть такой бизнес-план серьезный, для чего требуются действительно большие ресурсы? Конечно, оцениваем развитие. Даже в пандемии это происходит? Это происходит, пандемия не оказалась лимитирующим фактором, как я уже сказал изначально, то есть мы видим, что на 80% в июне мы выдали кредитов больше, чем в любой другой месяц этого года. Это кредиты предприятиям, то есть компании, они активизируются, особенно те компании, которые завязаны на инфраструктуре, некоторые компании, которые значительные игроки в сфере логистики, они все задумываются о том, как они могут расширяться и продолжать развиваться также в период пандемии. Приходят ли инвесторы в Латвию, как вам кажется? Я говорю о тех инвесторах, которые, допустим, связаны как-то и с банком Цитаделла, то есть говорят, что да, у нас есть счета в тех банках, где мы работаем, но поскольку мы пришли на латвийский рынок, здесь создали свое представительство, не знаю, совместное предприятие, или зарегистрировали филиал, и вот мы хотим здесь вот тоже работать. Приходят такие? Ну, сейчас, думаю, что нужно оценивать, все-таки это период пандемии, наверное, пандемия, она привлекла к тому, что многие стали вести больше бизнес локально, но до периода пандемии появлялось все больше и больше инвесторов, которые приходили в Балтию, то есть у них появлялся интерес к нашему рынку, особенно большое количество было именно в сфере недвижимости, коммерческой недвижимости, то есть мы видели, что очень активно рост спрос в строительстве коммерческих площадей, так и резидентского направления, то есть это было достаточно такое распространенное направление, куда приходили международные инвесторы. Да, ну мы видим вот эволюция, скажем так, вариантов платежей, да, она идет довольно быстрыми темпами, ну, не знаю, все началось с банковских карточек, там разные были решения по безопасности, там вот эта магнитная лента, потом чипы, потом появилась вот возможность на определенную сумму, по-моему, до 50 евро прикладывать эту карточку к этому аппарату, и так считывались деньги, и ты мог осуществить платеж. Следующий этап были вот эти наклейки на мобильные телефоны, аппликации, потом вот возможно сейчас уже с помощью вот этих часов, ну, фактически, которые связаны со своим смартфоном оплатить. Ну, следующий этап, я так понимаю, что здесь цитады в Латвии уж точно на пионер, да, я имею в виду вот это вот кольцо, где, наверное, чип встроен, да, и с помощью этого кольца на руке можно осуществлять платежи. Да, ну, мы всегда пытались приносить какие-то новые вещи, и кольцо, как идея, наверное, у нас был уже достаточно длительный период времени, про кольцо очень интересная история, что виза это кольцо запустила в период Олимпийских игр в Лондоне, это был такой продукт лимитированного тиража, и нам очень хотелось принести его в Балтию, сегодня в Балтии, это как одно из направлений платежа, которое доступно каждому клиенту, можно сказать, что там в 99,9% мест им можно сегодня расплатиться, это никогда не будет массовым продуктом, но что здесь важно понимать, вообще поменялась полностью вся, наверное, модель платежей, сегодня 75% всех платежей карточками, они бесконтактные, то есть если когда-то мы вставляли карту, проводили карту, вводили пин-код, сегодня 75% всех платежей мы просто прикладываем карту, и это хорошо с точки зрения той же пандемии. Кстати говоря, да, и потом мало того, что это еще и быстро можно сделать, и выская 75%, это значит, что принципы платежей такие текущие на небольшие суммы, когда не нужны в пин-код в один. Ну, это могут быть и случаи, когда клиенты вводят пин-код, но сам процесс бесконтактного платежа, он сегодня в 75% случаев, то есть мы видим, что он продолжает набирать обороты. Просто прикладываешь и дальше уже вводишь код, да? И еще одно, наверное, очень важно понимать, что это лето, оно такое тоже своего рода показатель большого скачка платежей картами, то есть поменялось в результате пандемии процент расчетов наличными и карточные, то есть карточные платежи продолжают расти. Может быть, это даже в какой-то степени странно, потому что многие думают, как, почему нужны наличные деньги, даже в Латвии, если ты не выезжаешь куда-то за границу, ну вот случилась эта пандемия, кто-то хочет заказать, не знаю, на дом пиццу, ну, может быть, это не очень крупная компания, которая эту услугу предоставляет, и чаще всего это наличные платежи, и люди думают, что в любом случае нужно запастись, пускай будет банка стеклянная, да? Не банка, а банка стеклянная. Или это тоже уже стереотип, и многие компании уже даже такие доставки на дом могут осуществлять, вот, через оплату дигитальную? Как я уже упоминал, что значительно вырос спрос на дистанционные терминалы, то есть сегодня основные компании, которые вставляют доставку, у них уже есть возможность рассчитаться, также многие используются мобильными аппликациями, приложениями, через которые очень удобно можно оплатить данные доставки, и это и способствует росту карточных платежей. Может быть, еще такой вопрос, наверное, традиционный, все-таки, что дальше? Если предел совершенства, я имею в виду, что касается и дигитализации, вообще, как вы дальше видите осень впереди, ну, конечно, мы сейчас не будем говорить о какой-то второй волне, это больше, наверное, вопрос к медикам. Что касается банка, как вы видите вообще развитие продуктов банковских, как вообще будут, может быть, меняться какие-то привычки людей в этом финансовой сфере? Ну, мы думаем, что клиенту очень удобно на сегодняшний момент большую часть своих вещей сделать из смартфона, то есть именно поэтому несколько лет назад мы себе, как видение, сказали, что мы хотим быть банком в кармане клиента, и мы это направление очень активно продолжали развивать, то есть сегодня, спустя эти несколько лет, мы можем сказать, что, наверное, как уже говорил, 90-95% всех своих нужд физическое лицо может сделать в смартфоне. Что касается кредитования, то оно постепенно тоже переходит в смартфон, веб-консультации, консультации по телефону, там останется физический контакт, он никуда не исчезнет, то есть он будет, возможно, трансформироваться, возможно, клиенту будет намного удобнее получить эту видеоконсультацию не в филиале, а находясь дома. Что касается предприятий, то тут, наверное, процесс дигитализации, он, наверное, начинается, у разных банков есть разные решения, но мы видим, что в компании тоже очень сильно растет спрос на получение сервисов удаленно, потому что уже сегодня мы не хотим тратить пол своего дня, чтобы съездить в филиал, а стоять в очереди, мы хотим зайти в определенный портал и быстро решить для себя нужную проблему. Интернет-банки сегодня, они покрывают часть данной функциональности, но, наверное, эту функциональность банкам надо будет наращивать, в том числе и цитаделла, и мы будем продолжать активно работать на дигитализации именно направления для бизнеса. Каково будущее вот этих банкоматов, наверное, одних из старейших, скажем так, долгожителей вот этой современной банковской системы, поскольку, наверное, все равно какая-то возможность снять наличные или зачислить на счет наличные все-таки должна, наверное, существовать? Я не вижу там в краткосрочный период несколько лет. Пока есть наличные деньги, да? Да, то есть, ну, все равно мы видим, что практически там 40% наличных в обороте остается, и это большая часть денег, и банкоматы останутся. Также, что нужно понимать с точки зрения банкоматов, банкоматы не только средства для физических лиц, это очень нужное средство повседневное для компаний, потому что малый и средний бизнес сегодня пользуются банкоматом, чтобы в конце своего рабочего дня отнести кассу и положить эти деньги в банк. И, кстати говоря, это очень удобно, потому что, да, не нужно будет еще тратить средства на инкассацию, да? Да, ну, малый и средний бизнес этим очень активно пользуются. У них есть специальные карты, которые они пользуются именно для вноса наличных денег, и в конце каждого рабочего дня очень большое количество компаний приносят эти деньги в банк посредством карты, избегая дополнительных затрат на инкассацию. Успеем, наверное, в завершении нашего эфира еще принять звонок. Я вижу, есть звонки радиослушателей. Да, доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Пожалуйста. Так, ну, нет связи, не дождался нас радиослушатель. Да, может быть, тогда в завершении вот вы упомянули смарт-айди, ну, действительно, очень удобная система, когда ты можешь прямо в смартфоне сделать все платежи. Я знаю, что даже люди пожилого возраста там с помощью своих там детей и банковских работников научили, они этим пользуются. Очень эффективно, действительно, не нужно никуда с этими квитанциями ехать, всего, платить коммунальные платежи. Вот я так понимаю, что можно с помощью смарт-айди, даже если ты там не клиент цитадел, или, наоборот, ты клиент и цитадел и другого банка, ты входишь в смарт-айди, не знаю, в другой банк, но ты можешь потом и посмотреть свой счет в цитадел, да? Ну, это не совсем связано там со смарт-айди, это непосредственно связано с новой директивой, платежей, и она позволяет финансовым учреждениям создавать соединения с разными банками, и некоторые игроки на рынке уже эти соединения осуществили, то есть у Светбанка и у Себа, они одни из первых, есть возможность посмотреть информацию о счете в другом банке, и это новое направление, которое мы видим, набирает обороты во всем мире, то есть есть банки уже в более развитой части Европы, которые уже соединили большее количество финансовых учреждений, и можно в одном мобильном приложении посмотреть остатки по счетам во всех своих банках. Ну что ж, это замечательно, и вообще, в принципе, вот век дигитализации, особенно он совпал вот с этой пандемией, может быть, это в какой-то степени спасение, поскольку вот чем меньше вот такого, может быть, сейчас, как это ни странно, такого физического контакта, соприкосновений, и вот можно использовать, не выходя из дома или из офиса, все вот эти финансовые услуги. Наверное, это такое благо, да, сейчас, в данный момент? Это было катализатором дигитализации. То есть это ускорило процессы, да? Это ускорило процессы, но можно посмотреть даже на количество репринятых решений в период этой пандемии. Мы видели, что возрастает сильно интерес клиентов к отсрочке платежей. Первая вещь, которую мы практически за неделю запустили, мы дигитализировали полностью процесс. В течение недели наши клиенты смогли уже подавать заявки электронно, а сегодня они уже полностью автоматически, большая часть этих заявок, клиент на отсрочку платежей может получить решение прямо в интернет-банке. Да, потому что если вспомнишь раньше, когда нужно было там типа бумаг нести, куда-то там стоять в очереди, что-то оформлять, еще какие-то бумаги доносить, но сейчас фактически за редким исключением в этом нет никакой необходимости. Можно сканировать какие-то документы, если они в бумажном виде, тоже, наверное, отправить. Конечно, но здесь, что важно, мы можем очень быстро активизироваться и за считанные минуты это сделать. Владислав Миронов, у нас был в студии вице-президент Банка Цитаделла. Спасибо. Продолжение следует...